В арбитражном суде обычному человеку защищать свои права бессмысленно. Из-за коррумпированности, из-за сложности корпоративных отношений. Я так думаю, что обычному человеку, не специалисту по корпоративному праву, даже предмет иска определить будет практически невозможно. Хотя бы что писать в исковом заявлении, в чем произошло нарушение прав. А в арбитражном суде там рассматривается все быстро. Что заявлено, то и рассмотрено. Суд не будет выяснять там всех обстоятельств. Упущенные выгоды в этом, связь с действиями Совета директоров на собрании акционеров, здесь есть, вы доказали это, нет, все до свидания, вам отказано. Откажут за две недели, за месяц. Невозможно защитить свои права в арбитражном суде в России. Обычному человеку невозможно. Общий правовой нигилизм наш, общее правовое незнание, незнание своих прав и неумение их защищать. И что самое главное, недостаток средств для защиты своих прав. Мы говорим о минератарных акционерах, которые когда-то на заре приватизации получили, скажем так, даром или почти даром свои акции. Скорее всего на хороших адвокатов у них денег просто не будет. Да и, опять-таки повторюсь, с привлечением хорошего адвоката, очень даже необязательно, что он свои права защитит. Потому что на той стороне будет, скорее всего, крупная компания, которая знает, как заходить в арбитражный суд, и которая в арбитражном суде все, что ей необходимо, наверное, докажет. В меньшей степени это применимо к Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, в арбитражных судах, так называемых офшорных судебных юрисдикциях, Калмыкия, Кемерово, Северной Осетии, Ингушетия. Может быть, в это опросы даже не пустят на порог. О чем мы говорим? О какой защите прав? Корпоративный шантаж придуман в прошлом веке, или даже в позапрошлом веке, да-да, в позапрошлом веке, когда активно развивались акционерные общества в Соединенных Штатах. Они прошли длительный путь, скажем так, измеряемый уже столетиями в своих корпоративных отношениях. У них тоже были корпоративные конфликты, корпоративные шантажисты. Там просто привыкли делать все по закону. У нас временной горизонт другой. Если там мы говорим о столетиях, то здесь мы говорим о десяти годах, за которые, конечно, построить новый тип общественных отношений, и в том числе корпоративных отношений, просто невозможно. У нас это будет, но потом. Немножко позже. Все знают историю банкротства громадной энергетической корпорации «Энрон». Инвесторы там потеряли очень много, но потеряли в результате злоупотреблений, которые были со стороны высших руководителей «Энрон». И те злоупотребления, которые на этапе существующих процедур контроля, в том числе со стороны одной из крупных аудиторских компаний «Артур Андерсон», которая из-за этого, кстати, разорилась, не сработали в данном случае для них. Конечно, инвесторы здесь потеряли, но и много выводов было сделано. Были введены новые стандарты представления информации инвесторам. Это касается напрямую вопроса прозрачности бизнеса. У нас пока в России прозрачность бизнеса, прозрачность финансовых потоков по большей части у представителей бизнеса вызывают улыбку. Только ведущие компании «Голубые фишки» начали открывать собственников своего бизнеса, начали предоставлять достоверную информацию о своем бизнесе. На Западе это практика. И информационная открытость компаний западных является самой главной гарантией защиты прав инвесторов. Там инвестор имеет информацию и весьма достоверную о том, в какую компанию можно вкладывать деньги, а в какую нет. И вот это является главным инструментом защиты прав их. Судебная защита, правоохранительные органы – это уже все потом. Там инвесторы защищены прежде всего тем, что бизнес на Западе прозрачен. И там инвестор может принять действительно объективное решение, основанное на всестороннем изучении финансовых отчетов той или иной компании. Если акционер чувствует в себе силы пройти судебные инстанции и доказать, что на каком-то этапе реорганизации или дополнительной миссии акции или слияния присоединения произошло нарушение его прав, соответственно, он может потребовать от имитента компенсации нанесенных ему убытков. Я еще раз говорю, что в нашей судебной системе в данном случае этот спор будет рассматриваться в арбитражном суде. Обычному человеку там делать нечего. К сожалению, 70 лет советской власти воспитали во многих наших людях, к сожалению, еждивенческие настроения, когда люди ожидают манны небесной дивидендов ни с того ни с сего. Они не знают ни своих прав, они забыли, что такое собрание акционеров. Они туда не ходят, не интересуются делами компании. Наверное, они неэффективные собственники просто. С другой стороны, время миноритарных пакетов еще не наступило в России. Пока не принято платить дивиденды, пока компании не озабочены своей капитализацией, имиджем, репутацией, судьба миноритарных акционеров будет незавидной.